В мире Дэнди 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 На, поднимай Так, это ты, короче, будешь считать по листочку Какие игры будут? Ну тут написано всё А в Хелпер чё? Эй, Хелпер! Какие сегодня секреты будут? Очки, дима очки! Ай, ладно Вот эти очки твои Окей, так, я готов Всё, из кадра? Так, всё Ну, мы в мире Дэнди В мире Дэнди В мире Дэнди В мире Дэнди Ванконкюр, Варгеймс, Варкрафт, Зет, Атрейн, Зэмгоспитал, Зэмпар, Конструктор и Транспортикум. Ты забыл ещё одну. Не тот палец, Олег. Цивилизейшн 2. Теперь и на Сони Плейстейшн. Честно говоря, когда я увидел впервые эту игру, меня потянуло выкинуть через балкон 14 этажа и смотреть, как она летит полётом птицы. Но всё же, поразмыслив, немного я решил, диск-то не мой, и мне ничего не оставалось, как оставить её в Соне и продолжать играть. И вот, поиграв минуток с 10, мне уже не хотелось выключать приставку. Мало того, я полностью, как говорится, ушёл и уже не общался с этим реальным миром. И когда я очнулся, было уже 4 часа утра, а ведь 8 часов в школу, ну я так и проиграл до 7. И потом думал и думал, почему это так получилось. И вот пришёл к выводу, что это самая лучшая стратегия всех поколений. Цель игры — это развить свой город со времён правления Елизаветы I и Екатерины, тоже I. До далёкого будущего. Город же можно выбрать любой. И вот выстраиваете вы станции, как тут появляются варвары. И этот тут тоже есть. Конечно, надо войско создавать. Кроме того, с самого начала надо открывать всё новое. Например, алфавит, письмо, кодексы законов и тому подобное. Для этого надо нанимать учёных. В общем, для каждого дела своя рабочая сила. Денег вам даётся на всё, ни много ни мало, 40 тысяч чего-то. В процессе развития земель или даже разведывания можно найти золото, сокровища, минералы и ещё много полезных вещей для развития вашей страны. Во все дела суют свой нос советчики. Но не стоит уделять им особого внимания. Но стоит уделить внимание, на мой взгляд, только этой замечательной стратегии, за которой можно провести даже целый год. Не пропустите сокровища. Четыре автобуса, двадцать три самолёта, восемьсот тридцать один поезд... А больше оттали? Деньги, что ли? Да, деньги. Я заработал. А, вот, экономикой занялся. У нас у них PlayStation? Вот именно. А по какому пути пойдёте вы, решать вам. И, как вы поняли, сейчас будет парад именно экономических стратегий. Пятое место. Атрейн. Одна из самых первых экономических стратегий. Строй себе одни железные дороги. Вот и вся работа. Четвёртое место. Старина Зэм-парк, побывавший на всех платформах. На сегодняшний день игра ни чуточки не устарела, ведь парки развлечений до сих пор приносят прибыль. Третье место. Транспорт Тайкон. Позволяющий игроку почувствовать себя в роли транспортного магната. В перевозке автотранспорта. Железными дорогами, самолётами и пароходами. Второе место. Уже знакомый вам по прошлой передаче Зэм-госпитал. Игра является клоном Зэм-парк. Всё точно так же. Только строить на этот раз придётся больницу. И первое место. Конструктор. Постройте собственный район в центре города. Внимание, внимание! В магазине Роллспорт появились лазерные указки различных видов с большим выбором насадок. Звёзды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Роллспорт на улице Богдана Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. Вы когда-нибудь видели сочетание таких игр, как джет-мото, крис-эт-метал, вайп-ау? Блин, в одной игре. Я, например, не видел. Отелик видел? Дорогие товарищи! Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить игру. Олег, ты не насыден ЗК КПСС. Давай по теме, по процедурному вопросу. Ну, понимаешь ли, извините меня, пожалуйста. Ай! Ну, за дес и вора. В общем-то, по названию, наверное, сразу можно понять, какого рода игра. Программисты совершенно новой компании решили сделать нечто похожее на всех эти 90-х годов. Что за взятка из Твистед Мэттла? Вернее, вся игра и есть зеркало джет-мото и Твистед Мэттла. То есть, приходится ездить на лодках всех типов по водным просторам, взрывая своих противников и используя огромное количество оружия. Персонажей в игре не только много, но и все они такие прикольные. Вот уж действительно Дэд. Такие, как пират, ковбой, полицейский. Прямо аутлоу. Водолаз. Нечто похожее на Эдди из Текина и так далее. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кстати, разрушать вы можете все, что не попадется вам под руку. Правда, это отнимет у вас немного энергии, но это ничего. Зато эффект какой? А сколько всевозможных прибамбасов можно насобирать в течение боя? Это и ракеты, и бомбы, которые, когда взрываются, создают огромный эффект на воде. Невидимость, нитро, защитное поле, как в вайп-аут, мины и тому подобное. Насобирав достаточное количество боеприпасов, вы без труда подобьете любого противника. Но в том-то и дело, что в Dead and Water есть два вида игры. Это гонки и всеми любимые битвы. В игру можно играть вдвоем, либо по сети, либо на разделенном экране. Dead and Water действительно достойная вещь. Есть гарантия, что с этой игрой вы забудете про все на свете. Это хит. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и вознавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Привет! С вами снова диджей Эйв. Вернее, Олег. Не знаю, как вам, а мне удается сочинять настоящую музыку на этом диске «Мьюзик». На нем действительно можно сочинить такую музыку, которую не стыдно даже поставить на дискотеке. Лично мою композицию ставил в ДП уже целый месяц. И вот она снова появилась в магазине «Роллспорт». Так что не упустите свой шанс. Тейк-кот. 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 А где же твой танк? Ой. Потерял. А он что, такой маленький? Да, совсем такой плохо. Ну давай поищем. Давай. Пошел? Нет. А ты? О, что-то есть. Вот он. Знакомьтесь. Тинни-танк. Приветствуйте. Новый герой Америки – Тинни-танк. Странный пример для идолизирования. Я бы на их месте выбрал. А прочее, у него это дело. Танк как танк, то еще и с пушкой и большим самомнением. Этот самый Тинни-танк является главным героем одноименной аркады, которая покорилась от самых легимеров и продолжает еще пополнять ряды своих фанатов. Так в чем же и секрет столь необычной популярности? Он прост. Игра сочетает в себе все, что надо, хорошему геймеру. Красивую графику, подходящее звуковое сопровождение, легкое управление и, конечно же, увлекательный игровой процесс. Чего не говори, а процесс здесь действительно увлекательный. Ни минуты нельзя постоять на месте. Постоянно уворачиваешься отражеских выстрелов. Успевает давать ответ на огонь. Ездишь, прыгаешь, летаешь. Врагов на уровне «бей не хочу». Такими темпами бои надоесть могут, но только не здесь. Каждого противника можно разделать по-разному. Но вообще-то, когда вокруг куча врагов, как-то не задумываешься об эстатичности. Благо оружие для этих целей видимо-невидимо. Бластеры, пулеметы, ракеты, пушки, мины, мини-танчики и многое-много другое, включая разные усовершенствования. И что самое приятное, почти все оружие можно нацепить на танк одновременно и стрелять из всего сразу. Вы хоть можете представить себе такой убийственный оркестр? Причем, хочется особо заметить, что все оружие можно менять местами, выбирать направление стрельбы, таким образом добиваться максимальной эффективности данных видов вооружения. Например, отступая, можно поставить все мощное оружие на задние щитки и стрелять из него назад. Где вы только не побываете в этой игре? В пустыне, на военных базах, в снегах. Особенно мне понравился уровень на скоростных дорожках, где можно выписывать трюки типа джет-мота, попутно вращая башенкой, отстреливая всякую нечисть. Да и в общем игра вся мне понравилась. Я, поставив персоналку в сторону, опять засяду на старую и добрую PlayStation, влюбиться в Тинни-танк. Только в магазине Rollsport настоящие спортивные очки Ubex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Ubex полностью защищают глаза от ультрафиолета, не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Ubex не искажают реальности, они делают реальность лучше. Фирменные очки Ubex в магазине Rollsport. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты будут для игр Test Drive of Road 2 и Colony Wars тоже 2. А да, совсем забыл сказать, что в магазине Rollsport отделе видеоигр появился новый журнал Tricks с огромным количеством новых секретов. Tomb Raider 3, Tenshook, Colony Wars 2 и многие-многие другие игры. Также в том же магазине Rollsport появились другие издания, не только для Sony PlayStation, но и для Sega. Ну ладно, я отвлёкся. Смотрим секреты. Test Drive of Road 2. Все секреты вводятся здесь на экране выбора трансмиссии. Зажать Select. Нажав R2, L2, L2, вниз-вниз, L2, L2, L1 вы будете гонять на фургоне с мороженым. Игра Colony Wars Vigilance Здесь все секреты вводятся в режиме паролей. Введите Blizzard. Активируют все секреты. Сюда входит всё оружие, все корабли, бессмертие, оружие не перегревается, все атрибуты и многое-многое другое. Отключить же все секреты можно ввести в паролях Storm Lord. Но, к сожалению, очередной...